15 лет занимаемся уже, 14 в этом году. Как с маком боремся? Каждый год боремся с ним. Это сорняк, который каждый год растет, появляется, и с ним бесполезно бороться. И эта история на участке в более чем гектар повторяется из года в год. Красивые цветы здесь сорняк, на борьбу с которым тратятся немалые силы и средства. К сожалению, так ответственно к вопросу относятся не все. Отдельные люди используют мак как источник наркотических веществ. Специальные растения разводят на дворовых территориях, поливают и подкармливают на грядке. А это уже подпадает под статью кодекса. Есть мак, который сам рассеивается на территории, а есть мак, который непосредственно культивируется людьми для каких-то определенных целей. Сотрудниками милиции на постоянной основе, не только в рамках этой специальной программы, проводится мониторинг на предмет своевременного выявления таких растений. Специальная программа МАК – комплексное мероприятие. На протяжении всего лета милиционеры будут обследовать территории. Фермеру, то есть владельцу данной территории, выносится представление, в котором указывается определенный период времени, в течение которого он должен уничтожить мак и об этом сообщить в органы внутренних дел. В случае, если фермер не выполняет подписание, наступает административная ответственность до 20 базовых величин. Вообще безобидное на первый взгляд растение мак – основа состава серьезных наркотиков. Из него получают опиум и героин – вещества, вызывающие молниеносную зависимость и привыкание. Именно из-за этой опасности работа по уничтожению маковых полей развернута на территории всей страны. В случае выявления участков правоохранители будут проводить экспертизу, устанавливать, являются ли растения дикоросами, а также выносить предупреждения.